В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Наш гость сегодня Борис Немцов, сопредседатель партии РПР «Парнас». Он сегодня презентовал доклад о «Газпроме» и о том, как деятельность этой компании влияет на жилищно-коммунальные тарифы. Естественно, мы поговорим и об Олимпиаде, поскольку был доклад на эту тему не так давно. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение со своими вопросами вы можете присылать нам на номер 7 903 743 2801. Добрый вечер, Борис Ефимович. Добрый вечер. Ну что ж, давайте мы начнем все-таки не с доклада, а с Олимпиады. По-моему, это все связано. Вы сами на Олимпиаду не собираетесь поехать? Вы же спортсмен, там, на чем-то то ли плаваете, то ли летаете. Ну, во-первых, я родился в Сочи много лет назад. Во-вторых, я действительно занимаюсь спортом, в том числе и на лыжах, катаюсь неплохо. С Путиным бывало катались? Да, в 2001-м в Сент-Антонио, да. Где, кстати, обсуждалось развитие единственного зимнего курорта европейского класса в районе Красной Поляны. Впервые обсуждалось. Но вы не знали, что это кончится Олимпиадой? Нет, тогда мы про Олимпиаду не говорили, но про то, что на вершинах, там, гор кавказских, в районе Сочи, можно построить зимний курорт, мы как раз говорили. Но вот ваша мечта и сбылась. Значит, вы и виноваты. На самом деле, моя мечта была совсем другая. Моя мечта была сохранить город и не разбазаривать, там, полтора триллиона рублей, как было, исполнило, и не уничтожать природу города Сочи, уникальную для России субтропическую природу. Вот так что мечта как раз у меня была совсем иная. Но что касается, поеду я или нет, дело в том, что Путин впервые в истории Олимпийских игр придумал такую норму под названием паспорт болельщика. То есть, если вы покупаете билет, например, на хоккей, или на фигурное катание, или на биатлон, неважно, то вы с этим билетом должны прийти в ФСБ, либо набрать сайт ФСБ, там есть специальный паспорт болельщика, и вас проверят на благонадежность, и могут разрешить, то есть дать этот самый паспорт, а могут и не разрешить. Вот должен нам сказать, что мои коллеги попытались попасть на Олимпиаду, в частности, известный гражданский активист Николай Левшиц. Вот, он, ну, действительно, фанат зимних видов спорта, он направил обращение и выполнил все там требования, и через несколько секунд получил ответ из ФСБ, что он не допущен, хотя он человек мирный, мухи не обидит. Но он судиться собирается, мы знаем, да? Ну, да, он, да. Вот он потом в Тольятти, там Андрей Балин тоже наш. Но вы-то не хотите попробовать? Понимаете, я уверен, 99,90%, что из офиса ФСБ пришлют мне отказ, а лишний раз там унижаться я просто не хочу. Должен сказать, что уже это не первый, не второй случай, которым я описывал. На самом деле, они придумали вот что, они же не за безопасность борются. Они бы хотели, чтобы на трибунах только сидели нашисты, чтобы сидела партия «Единая Россия», сидели работники «Газпрома», «Сбербанка», там, «Железных дорог» и чекисты. Вот, собственно, они такую хотят себе сделать Олимпиаду. По поводу дороговизны билетов я говорить не буду, но совершенно очевидно, что они очень боятся, что, например, оппозиция может попасть на трибуны Олимпийских игр и развернуть баннер там, я не знаю, украины. С радужным знаменем. Это вряд ли, но вот, по крайней мере, я точно с таким знаменем там не пойду, но они, наверное, боятся, что будут какие-то лозунги, которые мы несли, когда было шествие вот как раз второго февраля здесь по бульварам московским. Ну, например, лозунг там был такой «Героям свободы» – «Олимпийских воров на хлеб и воду». Вот с этим баннером как раз мы шли во время этого марша. Они, наверное, больше всего этого боятся, а также там всяких кричалок. То есть они решили, что только лояльный Путину должно быть на стадионе и придумали вот этот безумный паспорт болельщика, который, кстати, никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет. Потому что понятно, что людям надо проходить через металлические рамки, людей там будут осматривать и так далее. И эти меры безопасности, я считаю, оправданные, они правильные. А паспорт болельщика – это просто борьба с оппозицией, я к гражданскими активистам. То есть посмотреть своими глазами вам не удастся? Или вы поедете с ревизии после Олимпиады? Я там кое-какие соревнования посмотрю. Я хочу, чтобы наша сборная, кстати, хорошо выступила. И в том числе и по хоккею, по биатлону. Я думаю, есть реальный шанс занять высокие места. Я уж про фигурное катание молчу. Но очевидно, что бегать в ФСБ и унижаться, чтобы они не паспорт болельщика давали, я не буду. Хорошо. Если к вашим докладам вернуться. Был доклад по Олимпиаде. Ну, теперь вы можете сказать, подводя итоги, сколько денег там было, ну, мягко скажем, не по делу растрачено? Конечно, могу. От 25 до 30 миллиардов долларов, то есть до триллиона рублей. Государственные деньги. Дело в том, что это уникальная Олимпиада. Там практически не было частных денег. Более 90% средств, которые потрачены на эти Олимпийские игры, это деньги государственные. А вот коллега Венедиктов доказывает, что эти деньги потом частники вернут государству. Я сейчас объясню. Значит, я не знаю, что доказывает коллега Венедиктов. Они дискутировали с Навальным. Я понимаю. Ну, просто в этом докладе, вот в этом докладе, который называется «Зимняя Олимпиада в субтропиках», которую мы презентовали еще в конце мая прошлого года, вот, это, собственно, первое исследование коррупции на Олимпийских объектах, вот, в этом докладе как раз говорится о происхождении денег. Значит, ну, давайте очень конкретно. Допустим, на дорогу, Адлер-Красная Поляна, да, и есть соответствующее решение правительства, потрачено более 260 миллиардов бюджетных денег. Более 260. Значит, компания «Олимпстрой», это государственная госкорпорация «Олимпстрой», вы знаете, да? Есть распоряжение Путина, которое я публиковал у себя в блоге, на фейсбуке. Значит, есть распоряжение Путина, из которого следует, что из бюджета этой компании дано 306 миллиардов рублей. Дальше. Более 240 миллиардов рублей – это кредиты Внешэкономбанка, которые были даны Потанину, были даны Дерипаске, они были даны Сбербанку, вы удивитесь, Сбербанк получил кредит Внешэкономбанка, это такая не комедия, а это факт, свершившийся. И, собственно, «Газпром» тоже получил эти кредиты. 240. Теперь сложите только эти три цифры. Да, 266 плюс 240 – это уже более 500 и плюс еще 300, да? Значит, более 800 миллиардов чисто государственных денег. Вот просто сразу же, да? Кроме того, есть деньги госкорпораций, госкомпаний. То есть это деньги, собственно, самого «Газпрома», деньги Сбербанка, это госкомпания, у них контрольный пакет принадлежит государству. Да, РЖД. Да, РЖД еще, кроме того, вкладывал отдельные деньги. Таким образом, вот я вам привел факты, подписанные Путиным, о том, что львиная доля этих средств на эту Олимпиаду – это деньги государственные. А Путин другие цифры называет, правда? Ну, Путин просто наврал, когда сказал, что Олимпиада стоит 214 миллиардов. Кстати, потом Медведев Путина поправил. Это редкий случай. После того, как Путин обнародовал средства, сказал, что на Олимпиаду сегодня страчно 6,5 миллиардов долларов, почти то же самое, что в Ванкувере, да? Да, после этого я написал огромный текст на Олимпиаду, что Путин врет. Вот, причем привел его же постановление с его же подписью. Да, на Олимпиаду они были опубликованы. После этого Медведев поправил Путин, редкий случай. И Медведев сказал, что мы истратили там больше полутора триллионов рублей. Собственно, это та цифра, которая фигурировала вот в этом докладе. Вот, а цифры, которые привел Путин, я могу сказать, он сознательно наврал. У него была задача тему коррупции вообще как-то вывести за скобки. Ну, если истрачено всего 6,5 миллиардов долларов, то, собственно, мы ничем не хуже, чем канадцы. И зачем нам тему коррупции вообще обсуждают? Это просто ложь была. Откровенная, наглая ложь, да? Вот, которая там... Один Ротенберг, я вам скажу пример. Один гражданин Ротенберг, друг Путина, получил подрядов на 227 миллиардов рублей. Один человек. Но он же там что-то построил, правда? Он строил много чего. Он там реконструировал сочинский аэропорт, он делал берега укрепления, которая дважды ломалась. Он там строил пресс-центр самый большой в мире, который, не знаю, достроили или не достроили. Он должен был строить дублер курортного проспекта, который они не достроили. Но запустили сегодня, сообщили. Ну, не знаю, может, они допустили, но вот еще несколько дней назад он не был достроен. Да, километр дороги этого курортного проспекта, вы ахнете, стоит 5 миллиардов рублей. Один километр дороги. Это больше, чем дорожный фонд всей Ярославской области, да? Вот, то есть, совершенно очевидно, что, ну, просто человек думал, что ему все поверят, ему никто не поверил. И, конечно, цифра более полутора триллионов. Она сейчас, после того, как Медведев ее назвал, она сейчас во всем мире признана как фактура и все. То есть, самая дорогая, да, зимняя Олимпиада? Нет, это самая дорогая вообще Олимпиада. Вообще, зимняя Олимпиада. Ну, получилось так, что вы доклады давали, про коррупцию рассказывали, про воровство рассказывали, а одни слушали вас и продолжали пилить. И теперь самая дорогая Олимпиада. Дело в том, что цифра полтора триллиона, она впервые прозвучала, вы удивитесь, на совещании у Козака в правительстве ровно год назад, в феврале 2013 года. Как раз там было совещание вот этого Оргкомитета Олимпиады, и они ужаснулись, какие огромные деньги было на это все потрачено. Потом они, правда, попытались это как-то все скрыть, но мы, слава богу, все раскопали. Да, вот я как раз увидел это сообщение, очень странное. Полностью функционирует движение на дублере курортного проспекта, сообщил Росавтодор. А в пятницу министр транспорта как раз и сообщил, что они собираются открыть это движение. В общем, не очень понятно, как его по временной схеме запустили или так далее. На самом деле, Ротенберг сорвал все сроки, получил огромные деньги на этот самый дублер. Я уже сказал, что километр стоит 5 миллиардов рублей, один километр. Там было очень много нештатных ситуаций, там проваливались тоннели, там рушились дома, там они срывали все сроки. И то, что сейчас сообщили, это больше похоже на чудо, потому что в начале января никакого дублера там близко не было. А дублер имеет огромное значение, потому что в Сочи всего есть одна магистраль, а именно вдоль Черного моря. Это курортный проспект. И если бы не было дублера, то пробки гарантированы и полный паралич. Москва показалась бы просто зоной со свободным движением. Борис, но видите, аргумент властей такой. А это все людям достанется, вся эта инфраструктура. Не было бы Олимпиады, не было бы вот этих всех сооружений, не было бы дублера, не было бы железной дороги. А теперь там будут жить счастливо. Вот так же Владивостоку повезло. Там был саммит ОТЭС, им построили мосты, о которых они не мечтали. Ну смотрите, очень хорошее сравнение с Дальним Востоком. Построили мост на остров Русский. Теперь по нему никто не ездит. Просто потому что на этом острове нет жизни. Ну через Золотой Рог-то ездят, там нужные мосты. Да, через Золотой Рог ездят, а на остров Русский нет. То есть миллиард долларов выстратили, больше 30 миллиардов рублей, да? Это половина бюджета Ярославской области. У вас все Ярославская область. Ну я же депутат от Ярославской области, я живу наполовину там. Поэтому вы уж меня извините, конечно, но это центр России, жемчужина Золотого Кольца. Не обижайте Ярославскую область. Вот, теперь Сочи. Значит, смотрите, объективно сделаны важные вещи для города. Это абсолютная правда. Во-первых, построена Адлерская ТЭС. В Тридорога построена, там, Ротенберг строил, без конкурса, все понятно. Но, тем не менее, 360 мегаватт дополнительных мощностей, это круто, потому что Сочи постоянно от электроэнергии отключалось и так далее. Раз. Второе. Модернизирована сочинская станция. Это важно, потому что Сочи – это город, где постоянно отключают людей от электроэнергии, воды, горячей воды, тепла и канализации. Постоянно. Я могу сказать, блэкаутов в Сочи в 2012 году было тысяча. То есть, три раза в день какой-то район Сочи, какие-то дома в Сочи три раза в день отключались. Значит, дальше. Они начали, но не до конца закончили ремонт электросетей, там, старые электросети и так далее. Это все, безусловно, людям останется, с этим никто не спорит. Это все там нормально, хотя деньги на это безумно затрачены. Дальше. Курорт, дублер курортного проспекта. Важная совершенно вещь. Это сделано. Теперь, что не сделано? Со свалками не разобрались. Ужасная ситуация со свалками. Дальше. Они должны были полностью изменить систему канализации, водоочистки и так далее. Что-то сделано, но львиной доли не сделано. Самая большая проблема, что Сочи перестал быть реально субтропическим городом, потому что он превратился в такие субтропические каменные джунгли. Понимаете, вот это точечная застройка, все застроили, перестроили, насаждений зеленых нет, дышать нечем, пробки везде. В этом смысле, к сожалению, вот его статус как курорта, он этот статус уничтожен. Следующая тема. Цены. Значит, понятно, что в связи с большим наплывом людей и так далее, в Сочи выросли цены, а зарплаты совсем не московские. Поэтому, если говорить уже о сочинцах, то для них, для многих это Олимпиада, это большая трагедия. И, наконец, экология. Значит, ну, во-первых, уничтожены лучшие пляжи в Сочи, которые были в Америтинской долине. Их больше вообще нет, там все бетоном залито, вот, и пляжи отсутствуют как таковые. Вот это уникальные флоры и фауны, Америтинская низмиссия тоже уничтожена. Там птицы, которые там жили из Красной книги, их тоже нету. Дальше уничтожена главная река Кавказа Мзымта, северная Кавказа. Вот, во время строительства этой безумной дороги Адлер-Красная поляна. Экологи на эту тему тысячу раз говорили, вот, ничего толком не сделано. Вот, наконец, варварски совершенно уничтожались леса во время строительства этой самой дороги. И то, что сейчас плюсовая температура в районе Красной поляны, вы можете просто открыть гугл, там, посмотреть, сколько сейчас там градусов. Значит, нет-то есть. Вот, то, что, например, год назад, в феврале, средняя температура во время Олимпийских игр, то есть с 7 по 23 февраля, год назад, средняя температура была в Красной поляне, подчеркиваю, не на берегу моря, в Красной поляне была плюс 8. В общем, многие связывают, это требует, конечно, более детальной проработки, но многие связывают это именно с изменением климата в результате варварского вот уничтожения природы там. Тоннели прорубили огромное количество, я говорю, разворотили несчастную реку Мзимта. Ну, в общем, все это достанется людям, и дороги, и проблемы. Борис Немцов в студии Радио Слово. Я вам единственное, что могу сказать, вот, дорога Адлер-Красная поляна, это настоящее не только воровство, но и преступление. Это преступление, потому что это дорога тупиковая. Это дорога ценой 6 миллиардов рублей километр. А что, дешевле можно было? Ее не надо. Якунин доказывает, что дешевле нельзя было. Михаил, ее строить не надо было. Мой отец строил дорогу в Красную поляну. Там нормальная дорога. Можно было параллельно, дублер, сделать канатную дорогу. Они осваивали там деньги, огромные деньги. На эти, я могу сказать, дорога 48 километров Адлер-Красная поляна в три раза дороже, чем американская программа полета на Марс. Внимание! Цена километра этой дороги такая же, как цена километра Адронного коллайдера. Все это достанется людям. Адронного коллайдера. А самое главное, что это тупиковая дорога. Она дорога в никуда. Понимаете, да? Она никуда. Она дорога в горы. Дошла она там до центра. Дальше можно доехать до Роза Хутора, там где горнолыжные трассы. Все! Это абсолютное преступление, абсолютное воровство, абсолютный абсурд. И уничтожение природы. По поводу этой дороги, я вас уверяю, когда уйдет Путин, там будет куча уголовных дел. Там будут разбираться от начала до конца. Срок давности будет такой, что когда уйдет Путин, то уже не до этого будет. Я понял. И уже не будет Якунина. Да, я понял. Да, владельца шубохранилища не будет. Я напомню, телефон 8 800 222 12 для вопросов Борису Немцову. Плюс 7 900 3 743 28 01 для СМС сообщений. Давайте о Газпроме. Вот Газпром и Олимпиада. Заработал Газпром на Олимпиаде или нет? У нас там, кажется, была схема, как там, что они строили. Вот покажем тем, кто смотрит на сайте. Давайте я отвечу сначала коротко. Газпром ничего на Олимпиаде не заработал. Так. Это вообще для Газпрома это была, я бы сказал, непочетная, а может почетная обязанность. Хорошо, они что-нибудь хорошее сделали? Значит, я сейчас еще раз, если вы меня не будете перебивать, показав вот этот слайд, я вам сейчас все объясню. Значит, Газпрому сказали там заниматься строительством станции, я уже сказал, адресскую тесту он строил. Вот этот газопровод, который вот здесь вот на графике слева, да, я не знаю, что видят телезрители, но вот слева это знаменитый Олимпийский газопровод длиной 170 километров, мощностью чуть меньше 4 миллиардов кубических метров. Этот газопровод Сочи нужен, он останется. В Сочи никогда не было природного газа, теперь природный газ, там был жижный газ, теперь в Сочи вот пришел природный газ, и на этом газе работает как раз и сочинская, и адлерская тест. Значит, ну теперь обращаю ваше внимание на стоимость одного километра этого газопровода. Значит, стоимость одного километра этого газопровода составляет 7,5 миллионов долларов США. Это в 5 раз дороже, чем стоимость европейского или африканского аналога этого самого газопровода. В 5 раз дороже. То есть цена там должна быть 1,5 миллиона, 7,5 миллиона. Теперь, Газпром здесь скорее жертва, а не заработал тут Ротенберг. Дело в том, что вот этот газопровод строил главный подрядчик и друг Путина по фамилии Ротенберг, его партнер подзюдо. Вот он очень много заработал и на газопроводе, и на строительстве ТЭС, и там строительстве дублера и так далее и тому подобное. Вот Газпром скорее здесь потерял, ничего он тут не заработал. Теперь, что интересно, вот рядом так называемый западно-африканский газопровод. Это в Нигерии, да? Да, это газопровод Нигерии. Почему взята именно Нигерия? Потому что Нигерия по уровню... Ну, во-первых, Нигерия это нефтяносная страна, как известно. А во-вторых, Нигерия это страна с примерно таким же уровнем коррупции, как Россия. Вот, то есть, ну, достаточно коррумпированная страна. Так вот, в Нигерии недавно был построен так называемый западно-африканский газопровод, который даже по картинке видно, что он тоже идет по дну залива, там вот вы видите, да? Вот, и картинка очень похожа на олимпийский сочинский газопровод. Только цена, обращаю ваше внимание, в пять раз ниже. Цена у него, видите, меньше полутора миллионов долларов за километр. Там, видимо, Ротенберга не было, вот западно-африканском таком шельфе не было Ротенберга. Был бы Ротенберг, наверное, тоже бы семь с половиной миллионов заплатили. Хорошо. Вот эта картинка ровно о том, насколько они хищнически разбазаривали в данном случае газпромовские деньги. Давайте к вашему докладу, собственно, «Коммунальные тарифы Путин и Газпром». Я так понял, что суть вашей критики – это несколько пунктов. Ну, один из них – это то, что цены на газ нельзя было поднимать такими ускоренными темпами, а Путин заставил Газпром вот идти к нынешнему уровню цен, которые соответствуют американским. Так? Не, ну, вы все перепутали. На самом деле Газпром… Так, расскажите правду. Я сейчас объясню. Газпром мечтал продавать газ в России по европейским ценам. Это мечта Газпрома. Но продает по-американским пока. Минуточку. Пониже. Значит, преимущество нашей страны, России, перед миром, стоит в том, что у нас много газа, и газ добывается на территории Российской Федерации. И преимущество нашей страны ровно в том, что мы имеем счастье себе поставлять газ подешевле. Да? Газпром мечтал, как любая монополия, повысить цены, в том числе и для наших граждан, с тем, чтобы зарабатывать огромные деньги. Но мечта Газпрома не сбывалась до тех пор, пока Путин не стал президентом. Когда Путин стал президентом, он поставил в Газпром своих верных друзей. И сейчас Газпром – это, конечно, его абсолютно личное, такое почти интимное дело. Значит, из 17 членов правления компании, 10 – это выходцы из мэрии КГБ и Санкт-Петербургского морского порта, 10. Его ближайший дружок Миллер, который был его помощником, советником Санкт-Петербургской мэрии, один из самых высокооплачиваемых менеджеров госкорпорации. Его зарплата годовая – более 800 миллионов рублей. Это в день 2,5 миллиона рублей в день. Значит, чтобы вы понимали, вот это государственная компания, которая живет за счет тарифов на газ, в том числе. За счет экспорта и тарифов на газ. И вот этот господин, который является, по сути, государственным чиновником, этот господин имеет зарплату более 800 миллионов рублей. Это больше, чем все затраты на газификацию в Воронежской области. Я подчеркиваю, зарплата одного человека. Это больше, чем все затраты на газификацию Ярославской области от зарплаты. Это в день 2,5 миллиона. А чтобы вы понимали, что такое 2,5 миллиона, это пенсия за 17 лет среднего пенсионера России. Это зарплата за 7 лет среднего российского работника. Понимаете? Значит, откуда у него такие деньги? Откуда у него такая зарплата более 800? Это наши с вами тарифы. Теперь, в чем суть доклада? Суть доклада в том, что мы связываем рост затрат на коммунальные услуги, при том, что они низкого качества, исключительно с политикой Путина по форсированию роста цен на газ. Дело в том, что когда вы идете и платите за жилищие коммунальные услуги, вот вы заплатили там 3 тысячи или 5 тысяч, да? Я вам могу сказать, с каждой тысячи рублей, которую вы платите, 300 рублей идет в Газпром. И на зарплату Миллеру, да? В том числе. И еще, кстати, не только. Вы думаете, один Миллер там такой, больше чем 800? Ничего подобного. Там что-то и направление неплохо зарабатывают. У них средняя зарплата получает 75 миллионов рублей в год. Дальше. Они содержат клуб «Зенит». Если вы думаете, что это там русские футболисты играют, вы глубоко заблуждаетесь. Они там есть, но они там дешево стоят. Главное, это легионеры из Бразилии, главное, это легионеры, вы знаете, из Европы, голландцы в частности. И это, конечно, нанят итальянский тренер. Ну, народ-то это радует, правда? Народ это радует. Хлеба и зрелища. Только народ должен знать, что содержание иностранных легионеров и тренеров «Зенита» всецело за счет коммунальных тарифов происходит. И надо понимать, вот Путин и Кагари. Вот там эти региональные власти, губернаторы, депутаты, какие-то там коммунальные компании, это они поднимают вам цены на воду, на тепло, на газ и так далее. Это абсолютная ложь. Значит, цены на все, на это, поднимает он лично, его правительство. Чтобы Миллер зарабатывал больше 800 миллионов рублей в год. Слушайте, ну в Америке, вот мне написали, менеджеры такого уровня получают там те же 20, 40 и даже больше миллионов долларов в год. И ничего в этом страшного нет. Значит, я вам сообщаю, это государственная компания. И что? А может он такой талантливый, что он приносит государству миллиарды? У меня есть предложение на эту тему, Михаил. Может он эффективный менеджер? У меня даже, несмотря на убогий вид нашей думы, совершенно еще убожество, на которое смотреть без слез невозможно. Значит, я думаю, что вот когда доклад, а обычно думцы его внимательно читают, наши доклады, значит, когда они это обсудят, я бы очень хотел посмотреть в лицо Зюганову, кто там у них еще, там, Нарышкин кажется, да? Миронов. Миронов и даже Жириновский, когда они будут обсуждать зарплату государственного менеджера по фамилии Миллер. Я бы очень хотел, чтобы они это всерьез обсудили. Могу вам сказать, что... Не обсудят. Что, послушайте, что дневная зарплата Миллера, дневная, в 10 раз больше зарплаты депутата Госдумы за месяц. То есть, грубо говоря, Миллер за день зарабатывает столько же, сколько депутат, которому платят 250 тысяч рублей, как вы помните, да? Сколько депутат зарабатывает за год. Я бы очень хотел, чтобы они... Вы разжигаете социальную рознь между Миллером и депутатом. Я считаю, что если компания... Это, вообще, Газпром, если так коротко, это компания, ориентированная на экспорт, пока в Европе в основном, да? И компания, коммунальная компания России. Надо на нее смотреть, как на такую гигантскую коммунальную компанию. Кстати, Газпром еще скупал очень мощные коммунальные активы. В частности, в городе Москве Газпром принадлежит Мосэнерго, Газпром принадлежат теплосети, электросети. То есть, вы намекаете, что они еще за рост цен на электроэнергию отвечают? Конечно. Послушайте, в Москве электроэнергия по цене такая же, как в Париже. Чтобы вы понимали, например, у наших соседей в Киеве и в Минске, да, в Москве 10 евроцентов за киловатт стоит электроэнергия. У наших соседей, которые покупают у нас газ, да, дороже, кстати, чем... Но у них долгов зато сколько? Ну, тем не менее, народ в Киеве и в Минске платит в три раза меньше за электроэнергию. Ну, я понимаю, что в Москве цен на электричество уже как в Париже. Тем не менее, я бы хотел спросить. А вот все-таки они же деньги в бюджет приносят, да? Ну, вот есть, например, крупнейшая в мире компания Роснефть и есть вот Газпром. А кто эффективнее? Значит, вы знаете, это обе путинские компании. Но давайте будем справедливыми. Значит, компания Роснефть, крупнейшая нефтяная компания России и мира теперь, эта компания платит в бюджет 56% своей выручки. 56% своей выручки. Значит, запомните эту цифру. Я довольно большую сумму платит в бюджет, да? Значит, компания Газпром платит в бюджет 38% своей выручки. Значит, выручка Газпрома 5 триллионов рублей. 5 триллионов. То есть Газпром имеет выручку где-то на уровне 35% российского бюджета. То есть это государство в государстве, да? Так вот, бюджет, эти господа хорошие, платят 1 триллион 900 миллиардов рублей, а должны платить на триллион больше. А куда этот триллион уходит? Это фактически Путин создал тепличные условия для Газпрома. Абсолютно тепличные условия, поскольку я уже объяснил, что это его личный проект, да? Вот, и Газпром не доплачивает. Отплачивает. Вот если бы так сказали, вот есть Сечин и есть Миллер. А у Сечина зарплата выше. У Сечина зарплата выше, и вы удивитесь, с точки зрения эффективности, с точки зрения Сечин работает лучше, чем Миллер. Так если поднять зарплату Миллера, может он тоже лучше будет работать? Нет, у меня предложение не такое. Давайте не зарплату поднимем Миллеру, а давайте налоги поднимем Газпрому, чтобы, например, освободить от налогов малый и средний бизнес. Я, кстати, вам могу сказать, что если бы Газпром платил столько же, сколько русская нефтянка, можно было бы вообще от налогов освободить малый и средний бизнес. Вообще всех можно было бы освободить от налогов. А пенсию можно было бы поднять? Если бы что, триллион? Нет, ну, понимаете, пенсионный фонд, он дефицитный, да? Пенсионный фонд датируется из бюджета на очень большую сумму. Вот, я сейчас не про это, я про то, что, смотрите, крупнейшая компания, которая эксплуатирует гигантские газовые запасы России, которая продает газ в стране, требует повышения цен на газ внутри России, да? Очень плохо работает на экспорт, поскольку, сейчас, я вам так скажу, из-за конкуренции в Европе место Газпрома скурвилось уже, оно сжалось. Если раньше Газпром там 40% Европы обогревал и кормил и так далее, то сейчас всего 22%. То есть плохо работает? Ну, просто неплохо, а отвратительно. Безумная политика ценовая привела к тому, что Газпром буквально выжимают из Европы, да? Появились конкуренты, в части норвежцы уже почти столько же продают газы, сколько Газпром. Есть Алжир, есть Катар, который железный газ поставляет, да? То есть мышей не ловят? Ну, то есть, не просто не ловят, а я вам могу сказать так, вот экспорт Газпрома все время на уровне болтается там от 130 миллиардов кубометров до 150-160, при том, что понастроили бессмысленных газопроводов, бессмысленных, мощность которых почти в два раза больше. Подождите, вот сейчас мы схему какую-нибудь посмотрим, и сразу же люди скажут, ну это же строится для чего? Обойти вот эту Украину, где там ужас, обойти Белоруссию и так далее. И вот продать все, так сказать, в Европу. Сейчас я все поясню. Смотрите, просто мой отец строил Уренгой, Помары, Ужгород, это вот самый низший газопровод такой голубого цвета. Вот видите, для меня это очень такая почти семейная история. Так вот, значит, смотрите, вот здесь изображена вот карта экспортных трубопроводов России. Вот синим цветом изображены те газопроводы, которые уже сейчас существуют. Значит, вот вся мощность этих синеньких газопроводов, они все идут, вы видите, вот с Ямала, Уренгой, вон там Ямбург, да? Вот это Западный Сибирь. Через Украину, Белоруссию, Польшу. Они идут по дну Балтийского моря, видите, вон там вот, это Северный поток. Это недавно введенный Северный поток, который тоже Ротенберг строил. Так вот, мощности всех этих синеньких штучек, вот на сегодняшний день, внимание, запомните эту цифру, 250 миллиардов кубических метров. Значит, Газпром в 2013 году продал на экспорт около 160 миллиардов. То есть на сегодняшний день 40% экспортных мощностей газопроводов не заполнены. Ну, может, они хотят больше добывать? Одну минутку. Может, у них получается на будущее? Значит, еще раз, добывать они могут сколько угодно. Я вам говорю, на европейском рынке конкуренция и задача Газпрома, фундаментальная задача, не знаю, справится он с ней или нет, сохранить хотя бы 25% европейского рынка. Хотя бы 25%. Сейчас у них там 22-23%, 25%. Теперь смотрите, у них уже этих мощностей достаточно. Что предлагают Путин, Миллер и Ротенберг? Они предлагают северного Ямала, видите, вот Баваненково наверху, Баваненково, начало синего, вернее, начало темно-желтого такого газопровода. Они предлагают построить Южный поток. Южный поток строится по маршруту Баваненково, Ухта, Ухта, Пачинки, юг Нижегородской области, вот этот вот Южный коридор, видите, Южный коридор. Ну, да, район Сочи, как раз. Ну, да, ну, нет, чуть-чуть выше Сочи. Потом дно, потом идет дно Черного моря и Южная Европа, Балканы там, вплоть до Италии, да. Вот это огромный газопровод, они хотят построить. Цена вопроса, только не падайте со стул, цена вопроса. 2 триллиона 700 миллиардов рублей. То есть почти две самых дорогих в мире Олимпиады в Сочи. За сколько лет? Черт их знает, они только вот это утвердили пока, больше ничего. Значит, цена 2 триллиона 700 миллиардов. Ну, так они построят и заработают. Послушайте, два момента. Первый момент, вообще, зачем его строить? У нас уже и так избыточные мощности. Они, кстати, мощность этого газопровода, Южный поток, 68 миллиардов, да. Если они его построят, а продавать будут столько же, то наполовину трубы будут пустые. А что такое пустые трубы? Их надо же поддерживать в рабочем состоянии. Это растут издержки, это лишняя рабочая сила. Это всем надо платить, это удорожает газ. Теперь, кто будет эти 2 триллиона 700 миллиардов рублей находить для Газпрома? Кто? Только российские потребители, то есть те, которые платят за коммунальные услуги. То есть они хотят, построив этот газопровод, поднять тарифы на коммунальные услуги. В два раза, в три, в пять, черт их знает. А смысл этой самоедской экономики тогда? Вот по бесконечному строительству новых газопроводов? Черт, Михаил, рассказываю, это аферы трубопроводные. То есть это кому-то давать подряды? Да, там выигрывают два бенефициара. Значит, один Ротенберг, зюдаист, который сейчас стал главным у нас строителем газопроводов в России. И второй Моносир. Да, там есть такой подрядчик специально обученный, который там присосался к Газпрому. Вот они два будут строить в 5-6 раз дороже, чем европейские цены, ненужный газопровод. Теперь посмотрите вот на эту схему еще раз. Смотрите, им предлагали специалисты, господа хорошие, зачем вот вам это все желто-красно, вот эту вот такую яркую... Новая линия. Зачем она вам новая линия? Давайте вот коротенькую-коротенькую построим с Баваненкова до Ямбурга линию. И врежемся в действующие газопроводы. Тем более, что месторождение в Ямбурге, Буренгое и так далее, старое месторождение в Газпромске, постепенно сходят на нет. Так давайте заполним эти газопроводы с помощью нового Баваненкова. То есть экономить невыгодно. Давайте построим там 200-300 километров и забыли про эту историю. Нет. А как же мы заработаем, дорогие друзья? Нам вот это надо все построить. Нам надо хапнуть. Хапнуть так, чтобы страна вздрогнула. Я могу сказать, это афера. За это придет... И я вам говорю, это две Олимпиады. Две. Там еще есть одна афера. Это афера с социалистом Восточного газопровода. Я не знаю, можно ли показать здесь или нет этот график. Но я могу сказать, эти 2 триллиона... Главное, что должны люди понять. 2 триллиона 700 миллиардов. Они не с неба свалились и не за счет экспорта. Мы не можем сильно экспорт увеличить. Я уже объяснял. Это за счет рост цен на газ. То есть каждый российский гражданин заплатит за... Ротенбергу и Моносиру. Миллеру, Ротенбергу, Моносиру заплатят. Вот эти 800 миллиардов, вот эта вот вся команда «Зенит», вот эти все зарплаты баснословные и так далее, это все, все будет платить каждый, кто платит за... Слушайте, смешная тут новость вчера появилась, да. Дочерняя компания «Газпрома» в Томске, «Газпром Трансгаз Томск», реализующая восточную газовую программу, объявила тендер на катер за полтора миллиона долларов для проведения диагностики на газопроводах. На яхте «Тарго-44» обязательно должны быть книжные полки, ковры, лестницы для купания, самоосушающиеся паузы, интерьер кают такой-то и так далее, и так далее. Вот развлекаются ребята из «Газпрома», яхта для диагностики на газопроводах с этим самым, с лестницей для купания. Я хочу сказать, послушайте, «Газпром», это я еще раз объяснил, это бизнес Путина. Значит, они считают, что беспредел, а пока он сидит в Кремле, можно творить какое угодно. Можно на яхте по сибирским лесам и морям путешествовать, да, там, вот, можно исполнять там с коврами, можно себе строить дворцы, как в Петергофе, можно летать на личных частных самолетах, можно делать все, что угодно. Еще раз, до тех пор, пока эта компания не будет поставлена под контроль граждан, до тех пор, пока в компании не будет аудита, до тех пор, пока не будут заморожены тарифы на газ. Я, кстати, хочу сказать, что мы, РПР Парнас, считаем, что для того, чтобы в «Газпроме» навести порядок, надо немедленно заморозить цены на газ. Во-первых, это остановит рост тарифов на коммуналку в стране, во-вторых, это дохнет новую жизнь, между прочим, в экономику страны, которая тоже задыхается от высоких цен, а в-третьих, мы будем разбираться, что там происходит внутри. Вы знаете, что Государственная Дума раньше обсуждала какие-то программы инвестиционные, правительство России обсуждало инвестиционные программы, спрашивали, а зачем нам этот газопровод, а зачем этот. Сейчас триллионные расходы, которые по масштабам сравнимы с российским бюджетом, вообще никто не обсуждает. Ну почему? В Кремле-то они обсуждают. Почему здесь Кремль? Там одна шайка сидит. Вы что, не понимаете, что на улице Наметкина офис и в Кремле это один и тот же офис? Вот тут Александр Пантюхин вам написал, что вы еще забыли в своем докладе указать, что «Газпром» собирается на миллиард евро финансировать проект по проведению Объединенного чемпионата по футболу России и Украины в течение 10 лет. Творческие планы у людей? Послушайте, то, что они заняты футболом, там еще, знаете, Миллер любит скачки, покупать дорогих лошадей, вот, они любят роскошь, там, частные самолеты, это все понятно. Просто я удивляюсь терпению нашего народа. Вот это, сколько беспредела терпеть можно? Ну, сколько уже? Ну, знаете, про терпение народа я думаю, что вам не стоило бы так выступать, потому что многократно вас упрекают в том, что вы в 2011 году не сделали то, что сделали люди в Киеве. Майдана не получилось, скажем так, теперь, вот зная о том, что было в Киеве. — Михаил, а вы знаете, я вам скажу вещь, может быть... — И вы даже горды этим. — Да, а вы знаете, я горжусь тем, что у нас, в том числе и благодаря мне, не летали коктейли Молотова и не гибли люди. Я считаю, Михаил, что это мое крупное достижение. Просто очень. Я не просто, вот после того, что на Майдане было, после похорон ребят, которые погибли от пуль, в том числе и беркутовцев, я еще больше уверен в том, что я тогда делал все правильно. Я считаю, что жизнь наших граждан дороже, чем, там, я не знаю, борьба с этими жуликами и ворами. Я считаю, что никто не должен погибать. — То есть реакция, люди в тюрьмах, вот все это, воровство, о котором вы так с энтузиазмом рассказываете, потеря будущего страны, оно стоит сдачи позиций политической. — Нет, это не сдача политической позиции. Это на самом деле ответственная позиция. Значит, ответственная позиция такая. Я не имею права распоряжаться чужими жизнями. — Люди сами распорядятся? — Вот люди распорядились. Я к ним пришел, когда там провокаторы пытались организовать штурм Госдумы и избиркома, я к ним пришел и сказал, ребята, в принципе, сценария два. Один сценарий — захватить эти здания со всеми вытекающими последствиями, там, с жертвами, убийствами и так далее. Второй сценарий — это мирно пройти на площадь и заявить о своих требованиях, в том числе и требования на площади Болотной, вы знаете, были высказаны. Вот, дальше я им сказал, ребята, вы знаете, вы люди неподневольные, я у вас тут не какой-то дучи, фюрер и так далее. Если вы хотите участвовать в сценарии таком революционном, который закончится кровью, на мой взгляд, вы можете остаться с Лимоновым и идти куда хотите. Если вы хотите мирного сценария, вы можете пойти со мной. Итог. Итог. На площади революции 10 декабря 2011 года собралось 10 тысяч человек. 9 800. То есть 98% абсолютно свободных граждан и неравнодушных пошли со мной. 200 осталось с Лимоновым. Это был референдум. 98% граждан, Михаил, поддержали мирный протест. Но теперь обиженный Лимонов пишет статьи в путинской газете «Известия». Давайте мы лучше человека послушаем. У нас звонок. Георгий, пожалуйста, задайте свой вопрос. Здравствуйте. Борис, я хочу вам сказать вот о чем. Что вы почему-то не упоминаете, а я больше чем уверен, что вы это понимаете, что те деньги, которые якобы зарабатывают Ротенберг, Миллер, Сечин и прочие проживатели Путина, это не чистый весь доход идет им. 50% этого дохода они вернут Путину наличные после того, как он кончит свое президентство. Вот как люди знают, как все будет. Ну, вы знаете, я свечку не держал. Я могу сказать, что я думаю, что если Путин захочет распорядиться их деньгами, он это легко может сделать, просто по одному звонку. Вот, по крайней мере, пока Путин сидит в Кремле, он один из самых богатых людей мира. Вот, останется ли... Ну, так же, как когда Лужков был мэром Москвы, он был одним из самых богатых людей мира. Это тоже понятно, да? То есть, на самом деле, желание Путина зубами, когтями цепляться за Кремль, это желание там во многом обусловлено тем, что пока он в Кремле, он человек богатый, который ни в чем может себе не отказываться. Это правда. То, что понаставлены на ключевые должности его дружки, которые контролируют огромные денежные потоки, это тоже правда. Да, вот тут два пишущих нам, один Александр, другой Виктор, просят вас заняться, соответственно, пенсионной реформой и пенсионным фондом в своих докладах и проблемами здравоохранения. Ну, вы знаете, я вам так скажу, спасибо за подсказку. Значит, вот этот наш доклад «Коммунальные тарифы Путина и Газпром» это основа нашей предвыборной программы. По сути, сегодня дан старт нашим выборам на региональном уровне, в том числе и на выборах Мосгордумы, но не только. Мы собираемся участвовать еще и в других регионах на выборах, в том числе в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, мы собираемся участвовать в выборах Алтайских, в выборах Хабаровских, в Туве, в Брянске. И по всей стране члены нашей партии, которые будут участвовать в выборах, они пойдут с главным вот этим тезисом о необходимости заморозки тарифов на газ, проверки и аудите Газпрома, естественно, приведение в божеский вид зарплат этих негодяев, которые грабят нас с вами, и проведение аудита коммунальных компаний на региональном уровне. Кстати, должен вам сказать, что один из очевидных успехов партии – это принятие впервые в России, в Ярославле, закона о замораживании коммунальных тарифов до проведения аудита. Закон, собственно, с ним я шел на выборы в Ярославскую Думу, он принят в первом чтении сейчас Ярославской Думы. Таким образом, это начало такой крупномасштабной вещи. Теперь, что касается пенсионной реформы и здравоохранения. Это важные вопросы, особенно ключевая тема – это банкротство пенсионной системы. Наверное, вы правы, нам надо будет сосредоточиться на решении этой проблемы. Единственное, что надо иметь в виду – это вопросы федеральные. То есть вопросы пенсионного обеспечения, вопросы накопительной пенсионной системы, вопросы создания пенсионного нефтегазового фонда – это все вопросы все-таки федерального уровня, а не регионального. Но в 2016 году, я согласен, наверное, нам надо будет что-то такое серьезное подготовить. Так, еще спрашивают вас, естественно, в связи с Болотным делом и делом у Дальцова. Скоро их осудят. Что предпримет ваша партия? Что делать тем, кто вас поддерживает? На марш вышло не так много людей, как рассчитывали. Ну, смотрите, давайте будем объективными. Но мало кто из российских партий может похвастаться помощью узникам Болотной. Кроме РПР Парнас. Ну, яблоко. Ну, я вам сейчас конкретно скажу, вы скажите, вы сравните, ладно? Значит, первое – общественное расследование. Общественное расследование реальных, а не вымышленных прокуратурой, Следственным комитетом событий 6 мая 2012 года. РПР Парнас вместе с общественными организациями, с правозащитными организациями, с комитетом 6 мая провела это детальное расследование. Вы, Михаил, были, это был в гостинице «Космос». Значит, по итогам этого расследования был подготовлен уникальный документ. Ну, защитники всем этим пользуются. Хорошо. Да, да. Значит, дальше документ передан, вы знаете, в Кремль. Итогом стало то, что из 70 политзаключенных освобождено 30. На сегодняшний момент в России 40 политзаключенных. В том числе и наш товарищ Сергей Кривов, Сергей Кривов, прошу прощения, вот, которому грозит срок 6 лет, по крайней мере, прокуратура сейчас для него 6 лет попросила. Значит, дальше мы оказываем юридическую помощь, то есть помогаем адвокатами. Дальше мы активно участвуем в акциях протеста, в том числе и в той, на мой взгляд, очень успешной акции, которая была буквально в субботу, 2 февраля, на бульварах, на наших. Я считаю, что все формы борьбы, которые можно применять, мы должны. Дальше. Дальше. Мы партия, в которой освобождение политзаключенных является ключевым программным моментом. Я не знаю партии, которые бы начинали свою программу с немедленного освобождения политзаключенных и выполнения резолюции Болотной и Сахаровой. Это написано в нашей программе. Поэтому, если мы там пройдем в Государственную Думу, будем иметь места не только одно в Ярославской Думе, но и в Мосгордуме и так далее, я думаю, что тема освобождения политзаключенных будет ключевой для всех наших. Так это будет когда? До выборов в Думу? В каком? В 17-м году? Выборы в Мосгордуму, как вы знаете, в сентябре уже этого года. Ну, Мосгордума эти вопросы не решает. Вы зря так думаете. На самом деле, это федеральные выборы. Очевидно, что если кандидаты от РПР Парнас там пройдут и от других оппозиционных партий пройдут... Ну, вы знаете, как законодательство на ходу сейчас меняют. Вот уже ограничивают право партии участвовать в Думских выборах. Надо иметь там... Либо собираешь подписи, известно, как собирают подписи, как их регистрируют по подписям. Обычно никак, тех, кто не угоден. Ну, вот пока оставили, так сказать, возможность, у кого есть депутат, тот сможет в этих выборах участвовать. Но ведь могут все и поменять. То есть я правильно понимаю, пока я депутат Ярославской Думы... Пока вы депутат Ярославской Думы. Пока РПР Парнас будет участвовать в федеральных выборах. Может, да. Да. Безусловно, они как уш на сковородке крутятся только для того, чтобы власть не отдать. И чтобы цепляться за нее зубами, как теми. Мы сейчас знаем почему. Чтобы у Миллера была зарплата 800 миллионов рублей в год. Все это понятно. Вот проблема состоит в том, готовы ли мы к борьбе в любых условиях или нет. Ответ. Мы должны быть готовы. Они фальсифицируют выборы. Они мухлюют. Они там отменяют эти выборы по партийным спискам в Москве. Сейчас я знаю, они хотят изменить выборы по партийным спискам в Госдуму. Вы слышали про это? Да, да. Они хотят сократить партийную часть. Ну, замаскироваться. Сначала было у них 50 на 50. Сейчас они уже говорят, что давайте сделаем 75% Государственной Думы по одномандатным округам, 25% по партийным спискам. Они уже бармочат на эту тему. Вот. Они все думают, как бы им выгружить и так далее. Мы должны быть готовы к борьбе в любом случае. И будем это делать. Я думаю, что на политсовете как раз 8 февраля, когда будут обсуждаться стратегии партии, да, я думаю, что мы с этой новой обновленной стратегией партии выступим. И там базовый тезис от участия в выборах и региональных, и федеральных. Я понимаю, да. А говорят, что вы там так пересобачились все, вы, Рыжков, что скоро и партии-то не будет. Вот сегодня тоже ждали, что... Что не будет. Что не будет. Что презентация не будет. Да, ну как же, Владимир Александрович, там какой-то, его сторонники, какой-то комитет по созданию новой партии зарегистрировали. Вы уже, так сказать, как-то преодолели этот кризис или нет? Смотрите, то, что сегодня во время презентации нашего третьего доклада, это наш третий доклад, кстати говоря, присутствовали все три сопредседателя, по-моему, это хороший знак, да. Когда партия раскалывается, то презентации содержательных докладов, с которыми идут на региональные выборы, вряд ли возможно. Дальше, я не скрою, у нас действительно внутри партии очень серьезно ведется дискуссия. О чем? У вас есть радикалы и меньшевики? Нет, ну смотрите, там есть, так по большому счету, таких крупномасштабных идеологических разночтений между сопредседателями нет. Значит, сопредседатели все согласны с тем, что РПР Парнас должна быть партией оппозиционной независимой, она не должна ложиться под Кремль, она не должна холуйствовать, она не должна там выторговывать себе, там, дайте мне пять минут эфира, и я готов отдаться и всю честь и совесть отдать. Это, конечно, недопустимо. Второе, очевидно совершенно, что мы считаем, что политика, которую проводит нынешняя власть, пагубна для страны, и мы боремся за смену политического курса и выступаем за глубокую политическую реформу. Очевидно, что у нас нет никаких разногласий по поводу возвращения страны конкуренции к федерализму и местному самоуправлению, и вообще здесь никаких разногласий нет. Есть момент, я бы сказал, мезличностные есть проблемы, которые я не считаю непреодолимыми, не хочу вдаваться в детали, но они существуют. Есть еще одна проблема, которую, я считаю, мы тоже решим в процессе активных консультаций, это проблема все-таки коллегиальности. Понимаете, у нас уникальная партия, полный антипод действующему авторитарному режиму, у нас нет вождя. У нас нет вождя, вы знаете, у нас институт трехсупредседателей, вот, и я считаю, что вот этот демократический институт, когда решения принимаются в результате консультаций, компромиссов, этот институт надо сохранить. Значит, попытки кого бы то ни было там что-то захватить, там, стать единочным лидером, вот это должно быть решительно пресекаться. Слушайте, если одни люди хотят сотрудничать с Навальным, а другие не хотят, что делать? По поводу Навального, это тоже тема для беседы, не считаю ее, по большому счету, актуальной, и вот почему. Смотрите, у нас есть соглашение о том, что мы там готовы участвовать в выборах Мосгордумы и поддержать кандидатов от Народного Альянса, нет проблем. Значит, есть там кандидаты, мы их спокойно выдвинем, летом было подписано соглашение. Что касается стратегических вопросов дальнейшего сотрудничества, в частности, участия в выборах Государственной Думы в 2016 году, то для этого нам нужно политическое соглашение. Значит, Михаил Михайлович Касьянов занимается этим вопросом, начались с Народным Альянсом на эту тему уже там серьезные консультации. Соглашение не подписано, но совершенно очевидно, что без подписанного политического какого-то договора с Народным Альянсом мы дальше просто двигаться не сможем. Я считаю, что этот договор абсолютно реалистично подписать. Далее, я не вижу никаких разногласий. Одни были за выдвижение Навального мэра, вторые были не за выдвижение Навального мэра. Произошла процедура голосования, большинство выступили за то, чтобы Навального выдвинуть мэром. Он выдвинулся. Дальше что? Ну, выдвинулся, много чего наговорил. Вот, кое-что на вашей совести. Ну, хорошо, он же не член нашей партии, он говорил то, что он стал. Выдвиженец. Что будет с дождем? Что будет и с эхом Москвы, кстати, где собираются поменять гендиректора? Что будет со свободой слова? Я вам так скажу, они вообще с ума сошли. Они это кто? Ну, Кремль, там, Володин. А Путин не причем? Лесин. Частично, наверное, причем, может быть, я не знаю, на уровне дождя он там разбирается или не разбирается. Да уж, наверное, говорят, ему прямо стукнули по дороге на Пискаревку. Для меня, знаете, для меня совершенно очевидно, что дождь, дождь, последний независимый телеканал страны. Для меня совершенно очевидно, что история с вопросом о блокаде Ленинграда, это был повод, а не причина, почему стали мочить дождь. Для меня совершенно очевидно, что главное, что их бесит и раздражает, то, что на дожде можно увидеть запретных политических деятелей, запретных в путинском зомбоящике, я имею в виду, и можно услышать запретные темы, в том числе коррупция на Олимпиаде, да, а также виллы и дачи членов путинского правительства. Для членов политбюро, типа Володина, там, этого самого думца-то, который там борется с Винокоровым, забыл его фамилию, Неверова, там, Неверов, кажется, его фамилия, да. Вот про Железняка можно много, про его детей из-за границы, про Пехтина и Майами виллы, про все про это им очень неприятно смотреть телеканал «Дождь», и это и есть истинная причина. Пусть смотрят первый канал. Да, есть истинная причина закрытия канала. Теперь, что касается «Эхо Москвы», значит, я вам скажу так, если кто-то думает, что «Эхо Москвы» оппозиционное радио, что Алексей Алексеевич Венедиктов, он тайный поклонник, там, РПР Парна с оппозицией, это полная ерунда. Значит, Алексей Алексеевич, во-первых, профессиональный экстракласса журналист, и вы, Михаил, как коллега, должны это признать. Второе. Он создал очень популярное радио. Дальше. Его заслуга стоит в том, что, будучи профессионалом, он дает на этом радио слово от Проханова до Немцова. Никакое это не демократическое, не либеральное, это просто профессиональное радио. Кремлю не нужно и профессиональное. Дальше. Очевидно, что попытки уничтожить и выгнать Венедиктова с работы, да, это попытка просто ввести там цензуру. Просто ввести цензуру на популярном. Везде хотят ввести цензуру, и в интернете. Я могу сказать, Алексей Алексеевич, человек умный и опытный. Мы с ним, кстати, часто спорим. Если вы думаете, что у нас там по всем вопросам согласие, то это абсолютно ерунда. Но я считаю, что защитить эхо Москвы, это дело, это долг всех нормальных людей. Я вам могу сказать, какой итог будет. Вот будет унылое дерьмо из этого эхо Москвы исполнено под руководством Лесина. Этот Лесин, да, он изнасиловал в свое время ТВ-6, потом там НТВ и так далее. Во что это унылое дерьмо превратилось в позорище, да, мы должны знать. И Лесин должен знать одну вещь. Сейчас это он услышит, ему это будет неприятно. Значит, если он будет и дальше действовать так, как он действовал, шестым протоколом, а мы это отлично помним, шестым протоколом, когда там Гусинскому угрожали, что его там в тюрьму посадят, если он не отдаст НТВ, то Лесин у нас попадет в список Магнитского, чтобы было понятно. А вы думаете, что списки будут расширяться в США и в Европе? Я абсолютно уверен, что если Лесин будет дальше так себя вести, он будет в списке Магнитского. Ну, в Европу будет везти. Просто он будет в списке Магнитского. Мы приложим все усилия, которые у нас есть, чтобы он попал в список Магнитского. А кто еще? Вот мы сейчас говорим пока про эхо Москвы, вот давайте этим ограничить. Причем, я думаю, что там многие сейчас вздрогнули на эхо Москвы, кто нас слышит, да, но просто я считаю, что за подлость, да, негодяйство надо отвечать. И, кстати, за нарушение российской конституции и российских законов. Ну, есть же и другие, кто дождь выключает там. Волин, например. Не понимаете, какая история? Тут совершенно все ясно с эхо Москвы. Поменялся руководство Газпром-медиа. Газпром-медиа возглавил господин Лесин, печально известный. Сейчас он пытается выжить Венедиктова. Отлично. Я, кстати, должен вам сразу сказать, я с Венедиктовым даже не обсуждал эту тему. Мне это вообще не интересно. У нас получить правдивую информацию, кроме вот здесь, на свободе, и на эхо Москве, уже практически нигде не осталось такой возможности. Мы должны за свою свободу бороться. Ну что ж, будем бороться за свободу. У нас в гостях был Борис Немцов. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»